Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Марина Баль. Как идет строительство моста через Каму? Оценить работу в республику приехали консессионеры и инвесторы этого масштабного проекта. Когда откроют Камский переход и сколько будет стоить проезд, выяснила Оксана Худякова. Очень-очень медленно Аванбек, это консоль, установленная на мостовом пролете, приближается к правому берегу Камы. Осталось меньше 300 метров. И как раз к половодью мост окончательно свяжет Камские берега. В проектное положение пролетное строение встанет ориентировочно конец марта, начале середины апреля. Но движение здесь начнется не раньше осени. Мост и подъездные пути к нему, а это 15 километров, нужно будет одеть в дорожное полотно. Изменения очень огромные. Во-первых, 15 километров тут у нас должно быть земполотно, готово подходы к мостам и все прочее. Из 15 километров, уже, как говорят, 8 километров готово, можно укладывать дорожную одежду. Песок, щебень и ложить асфальт. Это впечатляет. Рабочие вопросы глава обсуждает на самом объекте. И проверить, как продвигается стройка, в республику приехали инвесторы и консессионеры. А скоро сюда может приехать и зампредседателя российского правительства Аркадий Дворкович. С ним и республика собирается обсудить и ремонт дороги от Тарасова до Сарапова. Цена вопроса – 2 миллиарда рублей. Если будут выделены средства, мы в этом году сделаем все для того, чтобы объект был построен и введен в эксплуатацию вместе с мостом. Об этом говорили в штабе стройки. Он находится в центре рабочего поселка. Сегодня сюда на вахту приезжает более 400 человек. Стройка всероссийская – Кузбасс, Омск, Тюмень, Томск и, конечно же, соседи – Пермь, Башкирия, Татарстан. Конечно, важно. И по экономической стороне очень важно. Дорога приближается, республики, регионы соединяются. К лету в городок приедут еще порядка 300 человек. Работы прибавится. Нужно будет заниматься берегоукреплением. Мы даже сегодня договорились о том, что на больший объем работ будем привлекать студенческие отряды именно республики. Зачем куда-то ехать? Об этом инвесторы рассказали сразу после совещания, но проходил уже в резиденции главы. Обсуждали не только темпы строительства. Они сегодня устраивают всех. Настало время готовить мост к эксплуатации. Проезд по нему будет платным. Как будет организован сбор средств – об этом тоже говорили сегодня. Мы сегодня думаем, как обеспечить набор специалистов, которые будут это делать, как их обучить. Пока мы видим, что это порядка 60 человек. Компания зарегистрирована будет в отпорте. Все работающие будут, я думаю, скорее всего, из Камбарки, из Сараповского района. А это и рабочие места, и налоги. Сколько будет стоить проезд по мосту, инвесторы сказать пока не готовы. Единственное, пообещали, это будет точно дешевле поронной переправы. Оксана Кубикова, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». В республике активизировались интернет-мошенники. С начала года 185 жителей Удмуртии стали их жертвами. Они всего лишь хотели продать или купить на сайтах бесплатных объявлений тот или иной товар. Как не попасться на удочку виртуальных преступников и что делать, если это уже произошло, выяснял Дмитрий Вороновин. Орудия преступления – самый обычный сайт объявлений. Их на просторах Рунета сейчас почти 300 тысяч. С первого взгляда определить, какое объявление подлинное, а какое лишь приманка трудно. Самые популярные наживки – то, на что больше всего клюют жертвы мошенников. Объявления о продаже недорогих авто, мобильников и ноутбуков. Покупателю сразу же предлагается сделать предоплату, чтобы устранить мнимых конкурентов. Деньги просят перечислить на номера телефонов, зарегистрированных в других регионах страны. Хотелось бы обратиться к потерпевшим, чтобы, увидев номер телефона в объявлении, посмотрели на первые три цифры номера телефона. Свойственны ли они для региона Удмуртской республики. Если он относится не к номерной емкости Удмуртской республики, это сразу тревожный звоночек. Обратная ситуация в роли жертвы. Сам продавец-мошенник предлагает ему зачастую даже большую сумму, чем указано в объявлении, и настаивает на том, что сам сделает предоплату на банковскую карту. Подозреваемый просит называть либо свитч-код карты, это на обратной стороне карты располагаются цифры. Как правило, их три цифры, и перед ними обозначение латинским буквами CVV, либо CVC. Данный код – это самостоятельный элемент защиты, который называть ни в коем случае никому нельзя. С начала года только в Ижевске зарегистрировано 185 подобных фактов. На борьбу с интернет-мошенниками брошено новое подразделение уголовного розыска – межрайонный отдел номер 5. Он создан в декабре специально для того, чтобы противостоять виртуальным преступникам. Тут, я бы сказал, дело даже не в сложности, дело в длительности. Потому что, чтобы отследить всю цепочку денежных средств до того, как они придут к мошенникам в руки, это довольно длинные цепочки, и нужно обработать и направить очень много запросов в различные банки, либо операторам сотовых компаний. Успехи у сотрудников 5-го отдела уже есть. С начала года в Ижевске возбуждено 60 уголовных дел против рекламных мошенников. Дмитрий Вороновнин, Максим Кузнецов, телеканал «Моя от Муртия». Итоги работы за прошедший год подвели в КПРФ. На встречу с депутатами парламентской фракции побывал и наш корреспондент Роман Вагинов. Последние два года удалось добиться главного – принятия трех очень важных и нужных для страны законов, рассказал сегодня Николай Сапожников. Так депутатский корпус наконец-таки поддержал предложенные фракцией КПРФ законы о промышленной политике, о стратегическом планировании и о стандартизации. На очереди вопрос о поддержке на федеральном уровне детей войны. Мы заново этот закон вносим. Где-то на прошлой неделе Путин вдруг неожиданно публично поддержал, то есть выразил обеспокоенность, что в гос. 70-летие победы мы не решили эту проблему. И нам хотелось бы рассчитывать, что важнейший, и мы считаем, что это важнейшая антикризисная мера – это поддержка детей войны. Что до сих пор не сделано на уровне федеральном, уже сделано на уровне республиканском. В прошлом году глава Удмуртии поддержал предложенный коммунистами закон о детях войны и сам внес проект на рассмотрение госсовета. Да, в Удмуртии принят своеобразность закона о детях войны. Для нас важнее не то, что важно, что сам по себе факт состоялся. Признана категория вот этих людей. Да, может быть, не в полном объеме, вот те, будем говорить, гарантии социальные выделены. Но это шаг. Следующий шаг нужно сделать в вопросах формирования тарифа в сфере ЖКХ. Много нареканий со стороны депутатов вызывает содержание коммунальных систем. Назрел вопрос и аналоги на роскошь. Он коснется всего 2% населения страны. Но пока коммунисты не нашли понимания в Госдуме. Тем не менее, работа будет продолжена, сообщил Николай Сапожников. Роман Вагинов, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». Телевизор, стиральная машина, ноутбук и 40 призов прочей бытовой техники – подарки для тех, кто вовремя платил за коммунальные услуги. В республике подвели итоги акции в Новый год без долгов. На определение трех обладателей главных призов программе понадобилось не более одной минуты. Позвонили к нам домой. Жена сначала не поняла. Нам часто звонят разные, предлагают по дешевой цене, учитывая и два лиды и так далее. Она не поверила. Я сходил по Татьяне Барамзиной. Я говорю, это не шутка была. Нет, говорят. Так Ильгиз Фадхуллин узнал, он стал обладателем современного парового утюга и одним из победителей акции «Энергосбыт плюс» в Новый год без долгов. Мы этой акции поощряем как раз тех, кто добросовестные, самые добросовестные. Тут в конце января у нас произошло подсчет специальной программы. В лице счастливчиков оказались вы. Очень рад вас видеть здесь. В акции у нас приняло достаточно большое количество людей, 90 тысяч. Это самое большое за все время, которое мы проводим эту акцию. В акции автоматически приняли участие все потребители коммунальных услуг, электроснабжения, отопления и горячего водоснабжения республики, которые платят за коммунальные услуги вовремя. Счастливчиков случайным образом выбрала компьютерная программа. Главный приз – телевизор – достался и живчанке Татьяне Шулятьевой. Каждый год мы платили всегда вовремя, ну старались, да. А сейчас особенно на пенсии, когда приходится обращать внимание на свои вот эти все деньги, сначала я стараюсь заплатить за квартиру за коммунальные услуги вовремя, потом все остальное. В числе 43 победителей акции – жители Ижевска, Сарапула, Глазова, Увы и многих других населенных пунктов Удмуртии. Традиция поощрительных акций для добросовестных платильщиков будет продолжена. Елена Ирверчук, Александр Широбоков, телеканал «Моя Удмуртия». На этом у нас все. Хорошего вам дня. До свидания.